Девушки отдыхают Почему ты все еще борешься со мной? Почему ты не можешь меня отпустить? Потому что ты был моей семьей Семьей, которой у меня никогда не было Ты должен меня отпустить И жить нормальной жизнью Ведь именно за это я и отдал свою жизнь И что я должен сделать? Пройти четвертый этап Принятие И что? Все так и было? Ну да Ой Я не знаю, Порник Эти видения будут меня еще долго преследовать Может он действительно был прав? Ты должен просто принять этот факт Думаю, он бы хотел именно этого Хотел, чтобы ты жил своей жизнью И не зациклился на прошлом Зря ты, конечно, с нами не поехал к Шоргану Он ведь дедушкой стал недавно Такое только раз в жизни бывает Да, я знаю, но Уж очень мне не по себе в последнее время Даже не знаю, что делать Я потом сам позвоню и поздравлю Передаю, что мне крайне неловко Очень хотел бы поздравить его лично Хорошо, я передам До связи Спасибо, Порнет До связи Приветствую вас, дорогие любители страшных историй Извините, что ролики не выходили так долго У нас с Порнетом было очень много дел Поэтому выкроить время было практически невозможно Но сейчас мы рады вновь продолжить радовать вас нашими историями Героиня сегодняшнего рассказа Не посчастливилась испытать смерть лучшего друга Который просто так дружбу бросать не собирался Итак, друзья мои Устраивайтесь поудобнее и слушайте Саша Все началось с того, что погиб мой друг Саша Погиб страшной смертью Под колесами поезда То немногое, что осталось Хоронили в закрытом гробу Самое печальное в этой ситуации то Что моя лучшая подруга Стасия была его гражданской женой Да и любили они друг друга без памяти В общем, она вены резала Кричала на всех тогда Я решила пока пожить у нее Проследить, чтобы она ничего с собой не сделала Ну и с окружающими тоже В первый день после похорон Легла спать около часу ночи Ну, может, чуть раньше Проснулась где-то около трех часов За окном, впрочем, как и в комнате Было темно, хоть глаз выкали Сна у меня с какого-то малопонятного чуда Не в одном глазу Села Подумала, что неплохо бы выползти на кухню Чаю сделать И успокоительную напиться И тут слышу Шаги Такие мягкие, аккуратные Словно шуршание тонкой ткани Вначале подумала, что Леннон Стасия и Саша Где-то месяц назад завели котенка Осознание этиотизма идеи Пришло буквально спустя мгновение Убе двери плотно закрыты Комната проходная А котенка на ночь Оставили на кухне Нервы у меня пусть и не железобетонные Но достаточно крепкие Просто так я их тратить не люблю Поэтому я И спросила тихонько Саня Ты? Естественно Естественно вопрос не блистал интеллектом Но ничего мне в голову на тот момент не пришло Вместо ответа Послышался протяженный вздох Шаги последовали комнате Стаси Я машинально перекрестилась В тот же миг Шаги стихли На следующий день Мне позвонила Даша Бывшая девушка Саша Ну и по совместительству Моя знакомая Сообщила она Вот что Ой, я вчера так погуляла Так погуляла Крови напилась так, что на еду смотреть противно Хорошо, что я тогда сидела А то бы тут же упала Как-то раньше За своими знакомыми и товарищами Психических отклонений не наблюдала Плюба Пыстола в неполне вежливой форме А все ли у нее в порядке с головой На что получила Жутковатый ответ Я не обижаюсь Ты не понимаешь пока Мы с Сашкой отмечали такую дату важную По нашему отмечали Как он учил Завтра опять на могилу пойдем веселиться Не хочешь с нами? Он с тобой поговорить хотел Теперь уже Я вполне открыто заявила Даше Что я адекватность у меня вызывает сильные сомнения И хотела наговорить всяких интересных слов Но тут Внезапно что-то загрохотало в соседней комнате Позабыв обо всем Я рванула туда Вот тут-то У меня глаза на лоб и полезли Как выяснилось Упал шкаф Тяжелый Деревянный Здоровенный Устойчиво стоявший Стасия как можно более аккуратно расспросила о том Не видела ли она ничего подозрительного и необычного Ответ был краток Ничего она не видела Не слышала И пойти со своей мистикой я могу лесом-полем На этом всем Как я думала Странности кончились Но Спустя три месяца мы празднуем день рождения Стаси В числе пришедших на манящий зов бесплатного пива Был некий Леха по прозвищу Кот Все проходило тихо, мирно, цивилизованно Что для дней рождения в нашей компании большая редкость Я сидела в углу, пытаясь подобрать что-то на гитаре А Стасия тем временем открыла какую-то фотографию на компьютере и показала коту Вот Судя по всему Говорила она о Сане Мой любимый И любящий Как? Какого? Я оторвалась от гитары И поглядела на кота Который цветом лица Наприминал недавно повеленный потолок В общем Кот выдохнул Явно стараюсь успокоиться Я вчера на кладбище был У бабушки Я его там видел Стоял Такой весь из себя На меня смотрел и Ухмылялся Неприятно так Аж мурашки по спине Потому и Запомнил Вроде Опирался на крест какой-то Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому